Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправда.ру в студии Дарья Судрева. Сегодня в выпуске. На Минаево нашли артиллерийский снаряд, новый рентгенаппарат с маленькой лучевой нагрузкой. В Ульяновске отремонтировали детскую поликлинику номер один. Ноль отходов. Ульяновские регоператоры хотят сделать из отходов технический грунт. Ульяновских школьников приглашают в Яндекс.Лицей. Сегодня в центральной части Ульяновска был найден предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Участок дороги на улице Минаева рядом с седьмым домом частично перекрыт. А все потому, что рабочие, которые занимаются ремонтом дорожного полотна, заметили подозрительный предмет. На месте работали сотрудники МЧС, полиции, спецназ Росгвардии и саперы. Во время дорожных работ рабочие обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд. Дорожники незамедлительно позвонили подрядчику, а тот полицейский. Звонок поступил в дежурную часть в 13.16. Ну, а нет, сейчас-то очистили все, убрали, выяснили, что это не представляет опасности. А что это такое? А? Не могу даже. Не знаю, не сказали. Спецслужбы работали на месте около двух часов. Как выяснилось, подозрительный предмет является элементом строительной конструкции и опасности не представляет. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Уллправды.ТВ. В Ульяновской области проходит неделя национального проекта «Экология». Участие в федеральном проекте – возможность решить многолетние экологические проблемы и обеспечить права населения на благоприятную окружающую среду. Одна из подпрограмм – построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В Ульяновске подвели итоги реализации реформы по переработке ТКО за первое полугодие. Тем более, что в регионе проходит тематическая неделя, посвященная национальному проекту «Экология». На территории области работает 9 полигонов и 4 мусоросортировочных комплекса. Одним из первых был построен полигон, принадлежащий региональному оператору номер один. Комплекс работает круглосуточно. Обработку проходят все отходы без исключения. Из общей массы мусора сортируется бумага, стекло, пластик, металл. Регоператор задумывается о переработке органических отходов. Программа Zero Waste, или по-русски «Ноль отходов» позволяет извлекать из мусора вторичные материалы и тем самым уменьшать объем захораниваемых отходов. После переработки из стор сырья получится технический грунт, который будет использоваться для рекультивации земель. Четырех комплексов для обработки отходов со всей области явно недостаточно. Поэтому запланировано строительство еще пяти объектов обработки отходов и одного муниципального комплекса. Еще одна проблема – плохое обустройство контейнерных площадок. На содействии в их обустройстве губернаторам подписан ряд обращений к федеральному правительству на выделение 45 миллионов рублей. В Министерстве экологии идет работа по формированию пятой зоны. Напомним, в прошлом году для ряда южных районов области регоператора так и не нашли. Поэтому на территории сохранилась прежняя схема обращения с отходами. Мусорная реформа должна прийти на юг региона в начале 2020 года. Доля отходов, направленных на утилизацию к 2024 году, должна составить в общем объеме 36%. Завершены запланированные на 2019 год ремонтные работы на новой переправе через Волгу. Всего здесь отреставрировано больше двух километров дорожного полотна. Ремонт проводится по национальному проекту безопасной и качественной автомобильной дороги. Всего в течение года в области будут выполнены работы на 66 объектах общей протяженностью 107 километров. На все будет потрачено 2 миллиарда 414 миллионов рублей. В эти дни ведутся работы по устройству карманов и ремонт пешеходной части по улице Ефремова и проспекте Гая. На улице 12 сентября идет укладка верхнего слоя и щебеночно-мастичного асфальта бетона. По улице Тимирязева сейчас ведутся работы по замене рельсошпальной решетки. Также дорожный ремонт идет на улицах Деева, Карла Маркса, Одесской, Волжской и на проспекте Дружбы народов. Уютная мебель, яркие стены, доступная регистратура и современные зоны отдыха. В Ульяновской области продолжают ремонтировать детские поликлиники в рамках нацпроекта здравоохранения. Две недели назад после капремонта дверь открыла детская поликлиника номер 7 на улице Пушкарева. Следующая на очереди первая детская поликлиника. Еще одно подразделение Ульяновской детской городской больницы предстало в новом отремонтированном свете. Поликлиника номер 1, что на Льва Толстого, заиграла цветными красками. На днях в здании завершился капитальный ремонт. Сегодня в структуру больницы входит сразу 9 медучреждений. Шесть из них уже оборудованы по новым стандартам и согласно законам проекта Бережливая поликлиника. Красили стены, меняли пол и потолок последние полгода. На время ремонта поликлиника не закрывалась. Детей продолжали принимать на втором этаже здания и в нескольких кабинетах детского стационара, что в соседнем крыле. Мы были в старой поликлинике и смеялись еще с мамой, что я еще в этих стенах сама помню, как маленькая бегала. И вот долгожданный ремонт подошел к концу. Очень приятно, очень свежо, радостно. Ребенок ненапуганный, довольный, то есть можно его отвлечь на яркие картинки. Мы просто любим эту поликлинику, мы с другого района приезжаем сюда. Но эмоции вообще я обалдела, когда увидела. Вообще очень красиво, очень уютно, очень ярко, классно. Ну было как бы, ну была обычная поликлиника, как бы не создающаяся никакого впечатления, обычная поликлиника. К единому медицинскому стандарту поликлиники всей страны приводят согласно нацпроекту здравоохранения. При этом преображение не только внешнее, но и внутреннее за счет покупки современного медицинского оборудования. Так в поликлинике номер один старый рентгенапаран заменили новым, цифровым. Со сниженной лучевой нагрузкой, быстрой диагностикой, а также возможностью хранить снимки в архиве и передавать их через сеть. Мы обслуживаем детское население Ленинского железнодорожного района. Это порядка 10 тысяч человек. У нас 10 участков поликлиники. Пациенты, и мы сами чувствовали, что, конечно, ремонт необходим, потому что все приходит в некоторую негодность. В этом году новый вид также получат поликлиники номер 3 и 4. Первый располагается на улице Камышинской, вторая на Варекеса. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ. 27 и 28 июня в центре Ульяновска ограничат движение и парковку автомобилей. В связи с мероприятием, посвященным выпуску учащихся школ «Взлетная полоса», с 6 вечера до 6 утра движение будет ограничено по улицам Гимова, Кузнецова между улицей Спаской и площадью Соборной, переулку Карамзина, бульвару Новый Венец, площади Театральной и проезду вдоль гостиницы «Советская». В детском оздоровительном лагере имени Деева вторая смена началась с торжественных мероприятий, приуроченных к 65-летнему юбилею учреждения. Праздничное утро вместе с ребятами встречала и наша съемочная группа. Подъем! Традиционный подъем в 8 утра, но сегодня все пошло немного не по плану, ведь с самого раннего утра в детском оздоровительном центре имени Деева готовятся к юбилею 65 лет со дня образования лагеря. За 65 лет 260 смен и свыше 65 тысяч детей, десятки знаменитостей, именитых спортсменов в качестве гостей. За это время лагерь имени Деева даже успел поменять местонахождение. Перебазировался с Пальцинского острова в живописное место в лесу материка, неподалеку от Волги, в левобережной части города. Сегодня в лагере стартует очередная вторая смена. У нас она идет под девизом «Летний калейдоскоп», но отдыхают у нас православные отряды, центр развивающего отдыха и школа «Лайт», которая занимается английским языком, английистической направленности. Ребята из второй смены стали участниками исторического события для лагеря, поэтому вместо обычной линейки их ждала праздничная, на которую они пришли ровным строем. Торжественная обстановка в честь юбилейной даты. Я приезжаю в этот лагерь с 2015 года, и каждый год возвращаюсь сюда снова и снова. Здесь у меня очень много друзей, с которыми у меня связано очень много воспоминаний, и я вообще их очень люблю. Мне очень нравится здесь место, здесь очень хороший воздух, инфраструктура, и вообще здесь очень интересно. Это не просто лагерь, это детский оздоровительно-образовательный центр. Здесь кроме оздоровления еще образовательная программа есть, и к тому же он отдыхает не в обычном отряде, а в православном отряде. В течение учебного года те ребята, которые посещали воскресную школу, у них есть возможность здесь во вторую смену отдохнуть в православном отряде. То есть плюс к мероприятиям, которые есть в лагере вообще, добавляются еще внутриотрядные православные мероприятия, и вот очень ценно для нас. После переклички звучит гимн, а дальше процесс возложения цветов к памятнику героя Советского Союза. Дальше все действие перенеслось на главную сцену, где в самом начале праздничного концерта мальчишек и девчонок с зажигательным танцем встретили вожатые. Следом за ними ребят поздравила молодежь из военно-патриотического клуба «Володарец». Ну а вечером после плотного праздничного ужина участники второй смены пойдут на юбилейную дискотеку. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Ульяновских школьников бесплатно обучат основам программирования в Яндекс.Лицее. Новый набор на учебный год 2019-2020 стартует 30 августа. К поступлению приглашаются ученики 8-9 классов. Для участия в отборочном туре ребятам необходимо зарегистрироваться на сайте Яндекс.Лицее. Те, кто успешно пройдет отборочный тур, будут приглашены на очное собеседование. Обучаясь в Яндекс.Лицее, школьники овладевают навыками программирования и командной работы над проектами. Обучение в Ульяновской области ведется на четырех площадках. В правобережье на базе УЛГТУ и лицея при УЛГТУ. В левобережье на базе детского технопарка «Кванториум». В городе Димитровграде на базе городской гимназии. Лето, пора выпускных. Сегодня дипломы вручили студентам Ульяновского колледжа культуры и искусства. Торжество состоялось по традиции учебного заведения в зале Ленинской библиотеки. Как это было в материале Виктории Черковой. Вперед в светлое будущее! Сегодня состоялся выпускной бал студентов колледжа культуры и искусства. В торжественном зале Дворца книги более ста юных талантов получили дипломы. Директор учебного заведения Наталья Аринина гордится своими подопечными и с легким сердцем отпускает их в новую жизнь. Надеемся, что их жизненный путь сложится наилучшим образом. Многие из них уже трудоустроены, намерены в ближайшее время трудоустроиться. Кто-то выбирает свой путь в дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. В любом случае, мы всегда будем рады их любому успеху. 133 диплома, 54 из них красные. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с двумя звездочками храма искусств. Молодые дарования искренне благодарят своих наставников за бесценные знания, заботу и любовь. Мне очень понравилось учиться в нашем колледже. Я всем советую в него поступать. Преподаватели шикарные люди, просто профессионалы своего дела. Спасибо вам большое, наши любимые преподаватели. Мы ценим то, что вы нам дали. Вот эти знания, которые вы нам преподнесли, все это осталось. Четыре года продуктивной учебы позади. Настал аппарат праздновать профессиональные победы. Юные художники, музыканты и дизайнеры получили заветные документы и сфотографировались на память. Их выпускной завершился импровизированным салютом. Пять, четыре, три, два, один. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Управды ТВ. Завтра в регионе ожидается облачная погода. Местами возможен дождь. Температура воздуха днем опустится до 16 градусов тепла. Ветер южный 3-7 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале управда.ру. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok